Почему-то в июне исследователи, медиа, решили провести сразу две конференции и объявить миру о результатах своих, видимо, напряженных штузей. Одна из конференций состоялась 8 июня. Ее проводила новосозданная Национальная ассоциация исследователей масс-медиа. Проходила она на факультете журналистики МГУ, и в ней принимали участие не очень много людей, как ни странно, но из разных городов России и несколько человек, буквально несколько человек было из-за рубежа. И вторая конференция, точнее форум, международный форум, состоялся 19 июня в РИА Новости. И, как ни странно, назывались эти конференции, точнее конференция ассоциации и форум, организованный РИА Новости, очень близко по смыслу и по звучанию. Первая конференция называлась «Векторы развития медиа исследований в России», а форум, который проводился в РИА Новости, назывался «Медиа будущего». Иными словами, одни решили хотя бы обозначить свои подходы к изучению медиа, а другие уже решили предъявить какие-то результаты изучения медиа и сделать какие-то прогнозы. К сожалению, и первое средище и второе были довольно-таки на любителя. Ну, из конференции Национальной ассоциации масс-медиа исследователей я могу только зачитать несколько названий докладов, наиболее, на мой взгляд, показательных. Ну, например, «Концепция круговорота в медиа исследованиях, интегрированный подход как основа для изучения феномена телевизуальности». Вот мне, честно говоря, трудно сказать, что имеется в виду. Или, например, замечательный доклад на тему «Мультиобраз и непрерывная полиавторская журналистика». Ну и ряд риторических вопросов «Так что же это такое медиаобразование» и тому подобные вещи. Вот все это, конечно, может быть и комично, но общий итог подобных собраний, он крайне неутешителен. Может быть, в дальнейшем мероприятие как-то и разовьется в лучшую сторону, но пока, например, я вот запомнила лично для себя, у меня потрясшее впечатление, что оказывается целая группа людей, целая лаборатория людей занимаются созданием теории контента в СМИ. То есть вот есть СМИ, которые создают контент, а есть люди, которые создают теорию контента. И мне хочется верить, что эти люди никогда не встретятся друг с другом, потому что одни плохо повлияют на других. Из состава участников форума «Медиа будущего» становилось, в общем, понятно, что «Медиа будущего» — это в основном то, что происходит в интернете и немножечко из того, что происходит в телевизоре. И на протяжении целого дня, пока участники, собравшиеся из разных стран мира делали свои доклады, они, в общем, хоронили поочередно печатную журналистику, телевизионную журналистику, хоронили, потом снова доставали из могилы, потом опять хоронили. И в конец запуганная аудитория вела себя вполне предсказуемым образом. Например, представитель журнала «Гео» задавал вопрос «Сколько нам еще осталось жить?» Естественно, что на этот вопрос никто не может дать определенного ответа, но было сказано нечто обнадеживающее, мол, вы еще проживете, у вас есть аудитория стабильная, и вам рано еще хоронить себя в какой-то такой коллективной могиле печатных СМИ. Точно так же пытались и пытаются похоронить телевидение, когда говорят о том, что Яндекс впервые в какой-то момент опередил первый канал по охвату аудитории, и об этом сообщила в мае газета «Ведомости». В общем, говорилось о каких-то таких процессах конкурирования новых форм медиа и новых медиа со старыми традиционными. И в основном западные эксперты, конечно, говорили о каких-то практических рекомендациях, как сделать так, чтобы то, что было печатным, сохранила, продолжила свое существование, сохранила аудиторию и сохранила подписчиков. И, конечно, спорили о таких практических путях извлечения прибыли, деньги от подписки, деньги от рекламы. Это вот две такие враждующие концепции, которые никак тоже не могут договориться между собой. То есть, по большому счету, решались более или менее прагматические вопросы, которые, по большому счету, неразрешимы. Вот пока в текущем контексте никакого однозначного мнения высказано, насколько я понимаю, не было. А завершал все это мероприятие совершенно замечательный круглый стол под названием «Непостижимая душа Рунета». Ну, понятно, почему все-таки интернет, новая медиа, загадочная русская душа, все это как-то замечательно слилось в одном вот этом названии «Непостижимая душа Рунета». Но почему-то исследовать непостижимую душу решили строго социологическими методиками. То есть, в основном, мы прослушали несколько социологических докладов, из которых становилось ясно, какие ресурсные группы существуют в аудитории интернета, сколько там мужчин, сколько женщин потребляют интернет и как, и сколько человека часов они проводят, тратят на медиа, проводят в интернете и перед телевизором. И, в общем, все это характеризовало скорее какие-то, ну, количественные характеристики медиа потребления, но к загадочной душе Рунета отношение имело весьма опосредованное. То есть, конечно, подобные данные могут аргументировать какую-то гипотезу. Но гипотезы высказано почему-то не было. Ну, было любопытное, на самом деле, исследование, которое представлял Владимир Магун. Он говорил вообще о ценностях, характерных для России, и так иронично спорил с концепцией о российской уникальности. То есть, выяснилось, что по результатам их исследований Россия, в общем, совершенно такая же страна, как и все остальные, и очень близка, например, к странам Средиземноморским. И тут Владимир Магун очень оптимистично всем предложил всякий раз зимой вспоминать о том, что на самом-то деле мы тоже в каком-то смысле Средиземноморская страна. Ну, опять-таки, здесь можно говорить только о национальных ценностях, но не о душе Рунета. А завершил все это, мне кажется, блестяще поэт Иван Давыдов, который свел все к котикам, который, в общем-то, мне кажется, нашел механизм спасения интернета, механизм спасения медиа и механизм спасения России. Этот механизм в котиках. Почему в котиках? Потому что вот эта тенденция, эта страсть вывешивать изображение котиков в Фейсбуке, в любых других социальных сетях, это не просто так страсть. Это такое свидетельство вытеснения визуальным, текстового, вербального компонента. Невыразимая прелесть котика, сказал Давыдов, лучше всего видна даже на самой непрофессиональной фотографии. И ее не заменит никакое, пусть даже, самое профессиональное описание. Поэтому он как-то оптимистично сказал, что, наверное, эти котики отучат россиян от повальной страсти к писательству, которая вдруг всеми овладела. Вот с момента появления в интернете все вдруг стали писателями. Но котики могут отучить людей от этого, и, наконец, мы заживем спокойно. И писатели будут писать, а любители котиков будут публиковать их фотографии и жить в каком-то реальном мире, где сложилась совершенно другая иерархия. Мне кажется, что оба этих мероприятия показали, что в исследованиях масс-медиа существует ни одна, ни две, много вселенных. И эти вселенные никак не могут договориться друг с другом. Они все говорят о своем, о своих проблемах по-своему. И каждый человек, каждый исследователь со своим инструментарием, естественно, говорит на своем языке и делает те выводы, которые релевантны для его основной науки. Если он социолог, то он делает выводы социологического характера. Если он лингвист, то его, конечно, перекашивают в сторону лингвистики. Если он редактор какого-нибудь СМИ, то у него, естественно, перекос в практические вопросы. Подписка, реклама, тираж, распространение и так далее и тому подобное. То есть каждый живет своей жизнью. И получается, что масс-медиа – это какая-то такая поляна, на которой можно срывать разные цветочки и складывать их в разные букеты. Но эти букеты не составляют никакого единства. То есть все это произрастает на этой поляне. Ну, это какие-то разные растения.